Музею Ивановского Ситца четверть века. И ничего подобного в мировом культурном пространстве нет. В Иванове музей Ситца стал вторым крупным проектом после музея Первого Совета. На тот момент объединение Бурлинских музеев возглавляла Элеонора Горбунова. Для создания нового проекта было все. Экспонаты, креативные идеи, творческий коллектив. Не было помещения. И в какой-то момент раздается из обкома звонок. Я в первый раз оказываюсь в кабинете у секретаря обкома. И он мне говорит, Елена, он тогда буквально так, без всяких, ну я девчонкой была еще совсем. Он говорит, мы освобождаем на Батурино особняк Бурылина. Мы будем строить здание военкомата, а здесь находился военкомат. Так что дарим это здание музею. Сказать о каждом персонально, кто приложил усилия к созданию этого ситцевого храма, просто невозможно. Экспонаты собирали со всего города. Свою лепту внесло каждое предприятие. В начале 80-х на углу Батурино развернулась народная стройка. Культурный штурм. Старое здание отреставрировали, причем не повредив ничего внутри. Даже розетки остались на своих местах. С оформлением помогали ленинградские дизайнеры. Сама экспозиция, дизайн вообще всего музея сделан был сотрудниками Санкт-Петербургского группы музейного дизайна. Это было 1980-е годы, 25 лет назад, но насколько талантливые были специалисты. В 1998 году в музее открыли выставку «Ивановский текстиль. Реалии 20 века». Однако целый пласт культурно-промышленной жизни города пришлось свернуть в один момент. Второй этаж музея занял новый экспозиционный проект модельера Вячеслава Зайцева. Сейчас нет даже экспозиционных площадей дополнительных. Здесь нет выставочных площадей для музея, для работы в специфике музея СИЦа. Поэтому я считаю, что Вячеславу Михайловичу Зайцеву надо эту экспозицию отсюда просто куда-то в другое место переносить. Из-за нехватки площадей ивановцы не увидели и уникальный проект театрального художника Бориса Мессерера «Ситцевая Россия» с использованием ивановских тканей. Зато это увидела Франция. Экспонатами музей пополняется и сейчас, причем активно. Но показать это просто негде. Думаю, что экспозицию по современному периоду мы все равно сделаем. Потому что сейчас мы комплектуем и комплектуем современные ткани, современные рисунки. И мы очень благодарны акционерам разных предприятий, в том числе фабрики БИМ, которые нам дарят эти коллекции, которые хранились у них многие десятилетия. Поэтому я думаю, я уже об этом сегодня говорила, что пройдет какое-то время, и наш музей будет обладать самой лучшей коллекцией тканей, кроков по современному периоду. Голубая мечта музейщиков, а уж если говорить прямо, зеленая – это здание Ивановского ЗАГСа. Получив его в свое распоряжение, у хранителей истории разом решилась бы проблема с нехваткой помещений. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.